Итак, на консолях Nintendo немало эксклюзивных игр, недоступных на других платформах. Но как узнать, заинтересуют ли лично вас все эти Зельды, Fire Emblem, Xenoblade, Super Mario Odyssey, Bayonet 2.3, Mario Krulik, Super Smash Bros. и Luigi Mansion? Хорошо, если у вас есть товарищ, который может одолжить Switch на недельку-другую. А как быть всем остальным? Особенно тем, кто вообще никогда не играл на консолях Nintendo. Как попробовать все главные хиты и определиться с покупкой? Могут ли в этом вопросе помочь эмуляторы? Ведь 25 февраля вышел Steam Deck, а именно его многие, особенно в России, считают долгожданным убийцей Switch, которого можно обвесить всевозможными эмуляторами и превратить устройство от Valve в Uber-консоль. Сейчас будем разбираться, какие вообще эмуляторы Switch бывают и какие есть нюансы при их использовании. В конце, как обычно, отвечу на несколько вопросов из комментариев к прошлому выпуску. Вы на канале Nintendo, и это шоу «Недалекая аналитика». Мы копаем не глубоко, но везде. Эмуляторы тема сложная и неоднозначная, провоцирующая игроков на жаркие споры. Причем не только интернет-воинов и рунета, которые всегда в ярости, но и общемировое геймерское комьюнити. Как, например, история с порталом Kotaku или Kotaku на релизе Metroid Dread. Казалось бы, кому, как не западным журналистам, понимать, что серия о приключениях Саму Саран никогда не была суперхитом и не получала высоких продаж. Однако, автор Kotaku или Kotaku в своей статье об эмуляции Metroid Dread похвалил не только хакеров, но и пиратов за то, что игра стала доступной бесплатно уже на третий день после релиза. Разъяренные читатели сперва стали злобно шутить про блокировку рекламы на сайте. Потом называли новость мустером и обвиняли весь портал во вреде как конкретной серии игр, так и вообще всей индустрии. А потом и вовсе призвали в Твиттере разного офиса Нинтендо обратить внимание на пропаганду пиратства. В итоге команда Kotaku или Kotaku сперва переписала статью, чтобы в ней не восхваляли пиратов, а потом еще и добавила целый абзац извинений и пояснений. Но в комментариях и на форумах о публикации спорили еще много дней, и это был отнюдь не первый и уж тем более не последний подобный случай. Но это у них на Диком Западе. Наши же игроки в целом лояльнее к такого рода материалам, их больше волнуют цены, локализация и уровень доступности. В любом случае, рассказывая про эмуляторы, я буду оперировать только фактами, а как ими распорядиться, дело ваше. Наиболее популярный эмулятор Switch на данный момент это Yuzu, в том числе потому, что для него регулярно выходит апдейт. Хотя что есть причина, а что следствие, установить практически невозможно. Отыскать актуальную версию Yuzu несложно, у проекта даже есть свой собственный сайт. Инструкции по настройке программы вполне понятны, и если внимательно их прочитать, то справиться с эмулятором и познакомиться с эксклюзивами Switch сумеет каждый. Каждый, у кого есть относительно производительный и современный компьютер. Системные требования сильно зависят от того, сколь высокой частоты кадров вы хотите добиться в конкретной игре. Базовый это должен быть процессор уровня где-то Core i5-4430, 8 гигов оперативы и видеокарта вроде GeForce 1050 или же Radeon R7-240. То есть заядлым ПК-боярам бояться нечего, их железо наверняка с эмулятором справится. А вот у всех остальных могут быть и проблемы, особенно если у вас офисный комп со встроенной видеокартой или простенький ноутбук. Естественно, необходима и операционка от Microsoft, но тут хватит даже седьмой винды, и главное, чтобы была 64-битная версия. Вполне возможно, что упомянутого железа и базовых возможностей юзу вам хватит для того, чтобы запустить ключевые игры для Switch и получить о них представление. Тем не менее, будьте готовы, что при игре через эмулятор вас ждут падение частоты кадров, input lag и баги, даже в том случае, если ваш компьютер нафарширован топовыми комплектующими. Если же даже не самая новая Super Mario Odyssey не всегда выдает идеальный 60 FPS, то что ждать от свежих релизов? Кстати, о них. Как легко догадаться, версии для эмулятора появляются отнюдь не в день релиза новинки. Энтузиастам, поклонникам юзу, еще приходится адаптировать код для того, чтобы очередной эксклюзив на нем заработал. Иногда это может занять больше года, как, например, было в случае с Super Smash Bros. Ultimate. На тематических форумах регулярно повещают о том, что в эмулятор добавили что-то новое, снизили системные требования или убрали очередной баг. В этом плане комьюнити программа весьма активна и трудолюбива. Вот только сам юзу ни разу не пананцея, и впечатления от игр на нем порой не совсем те, что будут от оригинальных версий для Switch. Безусловно, благодаря талантам моддеров в некоторых играх на эмуляторе, их разрешение выше, детализация лучше и даже геймплей получает новые фишки. Но это скорее исключение, чем правило. Первую версию юзу выпустили аж 4 года назад. Казалось бы, срок немалый, однако опытные участники эмо-сцены наверняка сейчас усмехаются. Потому что обычно подобный софт доводят до ума чуть ли не по 10-12 лет. Так что пока проблем с эмуляцией различных игр у юзу сейчас предостаточно. Весьма хорошее в плане геймплея, но относительно скромное внешнее The Legend of Zelda Link's Awakening до сих пор даже на очень мощном железе выдает меньше 30 фпс. В недавних ремейках Pokemon Billion Diamond и Shining Pearl периодически пропадает звук. Да и текстуры изыбкой подглючивают. Но настоящий сюрприз ожидает тех, кто хочет поиграть через юзу в пятую шин Мегами Тенсей. Там попросту невозможно создать персонажа. К тому нужно начать прохождение в каком-то другом эмуляторе с потенциально заниженными графическими настройками. А уже потом, после создания, перенести сохранение в юзу, чтобы продолжить на нем со стабильной тридцаткой кадров в секунду. Согласитесь, это не тот опыт, который хотел бы получить обычный игрок. Порой удивляет и каков и Fire Emblem Three Houses, работая совершенно по-разному в зависимости от модели процессора и видеокарты. Даже на конфигурациях вроде бы равных по производительности, качество эмуляции здорово отличается. И предсказать его нереально. Все приходится конфигурировать персонально под конкретную систему. Так что же делать, если при эмуляции в юзу игра не работает так, как на свитче? Прекращать тесты и забивать на идею покупки Switch и возвращаться в Fortnite? Конечно, нет. Помимо юзу, есть и другие, пусть и менее популярные эмуляторы. Они не так универсальны, но зачастую гораздо лучше справляются с конкретными играми. Яркий пример это Rue Jinx, который не так часто обновляется, зато позволяет запустить на ПК супер-хитовый Mario Kart 8 Deluxe и Animal Crossing New Horizons. Хотя эмулировать последнюю затея так себе, ведь очень важным ее аспектом являются именно походы в гости к другим игрокам. А в одиночку, без мультиплеера, есть большой риск, почем зря загубить себе все впечатления от уникального эксклюзива. Кроме того, очень многие наверняка слышали об эмуляторе Цему, который в свое время был создан для эмуляции Wii U. Собственно, этим все сказано, в основном он подходит для запуска игр, которые были созданы для предыдущей консоли Nintendo, а уж затем портированы на Switch. Но все-таки Цему поддерживает и небольшую часть эксклюзивов. Например, тот же Animal Crossing New Horizons. А еще он примечательен тем, что отлично работает под Linux и даже MacOS. Я ни на миг не сомневаюсь, что обязательно найдутся люди, которые захотят пройти эксклюзивы Nintendo Switch целиком на ПК. Исключительно ради того, чтобы не платить за саму консоль. Да и сами картриджи вряд ли купят свою коллекцию. Они наверняка придумают тысячи причин, чтобы этого не делать, даже если игра понравилась. Однако, помимо самых топовых эксклюзивов, Switch предлагает еще и возможность поиграть в них в портативе. И вот эту суперспособность, безусловно, так просто не сэмулируешь. Конечно, вы можете установить тот же юзер на ноутбук, но хватит ли его производительности для нормального запуска игр? Цены на геймерские лаптопы уже давно колеблются от 100 до 300 тысяч рублей, что несколько превосходит стоимость самого Switch со всеми суперхитовыми эксклюзивами. Не говоря уже о том, что железо внутри ноутбуков обычно менее универсальное, нежели в стационарных ПК. И без того весьма капризные эмуляторы наверняка поподнесут немало сюрпризов в таком экспериментаторе. Да и вообще, ноутбук хоть штука и портативная, но не ровня свечу совершенно в плане гейминга. В общественном транспорте толком не поиграешь, в карман куртки не запихнешь, и даже в офисе за монитором особо от начальства не спрячешь, чтобы сыграть пару каток в сплату. Не говоря уже о том, насколько неудобно управлять большинством игр с плавомышей, придется докупать геймпад. Спасителем, ну чисто в теории, мог бы стать тот самый благословенный Steam Deck, ведь он оборудован полным комплектом стиков и кнопок, да и компакт не любых ноутбуков. Еще и винду туда можно вроде без проблем накатить, но цена устройства, дефицит и даже полная недоступность в некоторых регионах, среди которых в том числе и Россия, сильно отдаляет этот благословенный вариант от отечественных геймеров. Кроме того, как показывает первые тесты устройства, Steam Deck сильно греется даже при запуске ПК-игр из списка рекомендованных. Куда уж ему до не прошедших спецификацию Valve эмуляторов с индивидуальной настройкой под конкретное железо. Понятно, что в связке Steam Deck эмулятор в никаком убийстве свеча говорить пока не приходится. Тут скорее зароском надзорится сам Valve аппарат. С другой стороны, есть еще один вариант портативного гейминга. Это смартфон или планшет в связке с геймпадом. Подобный дуэт не назовешь экзотикой, и он в самом деле неплохо работает, если суметь выбрать годный аксессуар среди многочисленного, не повысит своего слова, шлака с Алика. Однако тут же возникает другая проблема, ведь операционная система современных мобильных устройств это либо Android, либо iOS. А вполне логично, что на другой операционной системе и эмуляторы должны быть другие. И они есть, например, софт под названием EGNS. Но он не фанатский, а принадлежит конкретной компании, которая вместе с ним продвигает фирменные геймпады и не поддерживает никакие другие аксессуары. Конечно же, хакеры-энтужиасты уже и эту проблему взломали и решили. Но даже они не смогли научить XNS запускать все важнейшие эксклюзивы Switch. Да и те, что формально включаются, например, Luigi Mansion 3 или 5-й шинной гамме Tensei, тормозя даже на флагманских аппаратах так, что смотреть больно и страшно. Схожие недостатки есть и эмулятора SwitchDroid, но он хотя бы дает управлять играми с помощью соединенного экрана. И никак не ограничивает пользователя в выборе аксессуаров геймпада. Но в любом случае, под любой эмулятор нужен еще и весьма мощный смартфон, как минимум с чипом Snapdragon 865 и 12 гигабайтами оператива. Раньше у компов столько не было. Рекомендуем еще и Powerbank прикупить, поскольку энергию жрать такой андроидный Switch станет как два устройства сразу. И все это вместе выводит уже сильно за соточку. Итоговый вывод вас не удивит. В игры для Switch лучше всего играть на Nintendo Switch. Из этого правила бывают редкие исключения. Однако в целом, возня с эмуляторами чаще всего требует много времени. Доступна не каждому из-за железа и редко завершается по-настоящему качественным результатом. И если саму консоль гибрид вы покупать все равно не хотите, то лучше, наверное, не заниматься фигней, а с удовольствием провести время в сотнях других замечательных игр для ПК или даже смартфонов и планшетов. А за тех, кто сумел выжать максимум из того же Yuzu и запустить Breath of the Wild со 120 FPS, да еще и в 4К с интересными модами, мы можем только порадоваться. К сожалению, сетевой мультиплеер и даже обычный кооперативный режим, равен как и мощный управление, с помощью эмулятора фазизовать крайне сложно. Однако мы не исключаем, что скоро и эти проблемы будут решены. Ну а сейчас самое время почитать несколько комментариев к прошлому выпуску. Синдер пишет нам. Ох, и дорого нынче быть фанатом Нинтендо. А тут ведь как посмотреть, смотря что вы оцениваете, деньги, свое время или полученное удовольствие. Если у вас полно свободного времени, а вот денег совсем нет, то можно как раз попробовать эмулятор. Это совсем недорого. А вот если у вас нет времени на все эти танцы с бубнами, а есть час-два в неделю или время в поездке, вряд ли вы захотите провести его в настройках конфигурации и получить на выходе слайд-шоу. Сколько вы готовы заплатить, чтобы получить удовольствие на один вечер? Тысяча рублей? Две? А если в компании друзей, которые собираются раз в год по обещанию? Свич и десяток крутых игр обойдутся вам примерно в 50 тысяч. Гораздо дешевле и компьютера, и симдека, и абонементов кино на год. А играть в них вы точно будете не один год. Так что насчет цены тут мнения расходятся. SuperCrypto пишет, я сижу с GPD Win 3 и такой херни, как со свичом, не страдаю. Дружище, вот сейчас реально мне очень интересно, а ты можешь на этот GPD Win 3 поставить эмулятор из этого выпуска и написать нам свои впечатления от игр вот здесь внизу? Думаю, многим нашим диктам было бы это очень интересно. А на этом все. Вы смотрели проект «Недалекая аналитика» на канале Нинтендо. В этот раз мы говорили об эмуляторах Нинтендо Свич, однако в будущем темы могут быть самыми разными. И даже вы сами можете предложить их тоже внизу в комментариях. Не забывайте про наш телеграм-канал, группу ВКонтакте, там много всего интересного. До новых встреч и не болейте. Сейчас это особенно актуально.